Эту выставку Череповецкий художественный музей ждал давно. Под нее отведены сразу три зала, всего более 70 работ. Часть из Вологодской галереи, часть из собственного собрания музея, листы из частных коллекций. Все работы написаны русскими художниками в разные временные эпохи, начиная до революционного Маковского, продолжая советскую акварелью Майофиса и заканчивая современностью. Новый проект, его по сути дела видела только Вологда в прошлом году. И в таком объеме с дополненной инсталляцией его видят только череповчане. То есть проект совсем свежий, 18-го года. Сейчас очень много внимания приковано к творчеству абориутов. Они возвращаются триумфально. Ну и, наверное, один из самых таких просто невероятно красивых авторов – это Александр Веденский. Яркий поэт 20-го века с тяжелой судьбой вдохновил Вологодского художника Александра Пестерова на создание иллюстраций к своим работам. А именно к серой тетради. В этом зале выставки царит особая атмосфера. На стенах листки с пометками будто бы из этой самой тетради. По центру – стол с чемоданом. И распечатанные стихи Веденского. Здесь еще такая мысль у наших художников, что, в принципе, может быть, что-то для себя. Мы даже не все произведение берем. Может, нас какая-то строчка поразила. Мы ее отрываем и с ней уходим. В следующем зале – исконная классика, иллюстрации к всем известной повести Гоголя Нос, Достоевскому, Левше Лескова, Грибоедову, повестям Белкина, Пушкина, даже к стихам Анны Ахматовой. Посетители выставки без труда узнают любимых героев. Например, невесту из гоголевской женитьбы. Невеста у нас, ну, она и в теле, она у нас дорогая, она у нас красивая, она у нас в невероятном красивом платье, она уже готовится к приему женихов. А этих женихов за ее спиной целая толпа. И можно опять-таки определить, кто из них яишница, кто из них кичкарев, кто из них подколесен. Этот зал выставки особенно любят ее самые маленькие посетители. И не случайно здесь собраны иллюстрации к известным русским сказкам. Царевна семь богатырей, снегурочка, морозка и, конечно же, всеми любимая курочка ряба. Здесь даже есть ее яйцо. Не простое, а золотое. В третьем зале выставки абсолютно каждая картина находит отклик в душе и словно возвращает в детство. Серьезный мужичок с ноготок, невезучий Емеля дурак, Василиса прекрасная. Среди прочих теплотой и яркостью выделяются иллюстрации к сказкам Васнецова. Здесь у нас гласит петух и на него, к нему крадется леса в избушку. Но вот совершенно чудный год на страже. У него есть собаки, у него усы, у него ружье. Он всех прогонит и, конечно, добро победит зон. Верхний лист – это потешки, три барана. Я думаю, что вот еще самые маленькие наши читатели слышат от своих бабушек и дедушек вот эти знаменитые народные строчки. Выставку художника книга или книжки на картинке череповчане смогут посетить до конца рождественских каникул. На следующий год у художественного музея уже составлены большие планы, какие именно пока остаются секретом. Мария Беренко, Александр Беспалов. Новости.